Добрый день! Государственная телекомпания Западной Армении представляет самое важное событие этих дней. Сегодня в эфире. Седьмая сессия Второго Сазово-Национального собрания Западно-Армении. Выступление премьер-министра Седа-Америкян. Западно-Армения. Природа Дерсима. Нет Нагорного Карабаха. Есть Республика Арцах. Артак Бегларян. В Тиграна Керти арестовано много журналистов. Генеральный секретарь Совета Европы Хорватии Мария Булич посетила мемориальный комплекс геноцида армян в Ереване. Армянский омбусмен в Вашингтоне представил конгрессмен вопрос о немедленной репатриации армянских военнопленных из Азербайджана. Мировая премьера фильма «Восход Авроры» состоится во Франции. На седьмой сессии Национального собрания Второго Сазово работа продолжалась в атмосфере активных обсуждений и предложений. После выступления президента Западно-Армении Арменак Абраамяна выступил и премьер-министр Западно-Армении Седа-Америкян. Приветствую всех, она поблагодарил присутствующих. Коротко представив отчет о проделанном правительством работе, она назвала большим успехом работу с такими структурами, как меморальный комплекс Сетернакоберт, в рамках сотрудничества, с которым они получили разрешение на организацию 28 апреля церемонии поминования невинных жертв геноцида. Полностью статью можете читать на нашем официальном сайте. Центральная часть района города Дерсим в Западной Армении, построенная между высокими горами, каждый сезон окрашивается в разные оттенки цвета. Леса, которые туристы посещают в основном осенью, поражают своим красочным великолепием и становятся одним из главных мест для любителей природы. Посетители проводят время в богатом кислородом лесах, где разнообразен и животный мир – дикие козы, медведи в кризли и другие. Государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян отреагировал на очередное лживое заявление президента Азербайджана Ильяма Алиева в отношениях Республики Арцах. На своей странице в Телеграме Бегларян в частности написал, что «Да, Нагорного Карабаха не существует, потому что существует Республика Арцах, и она является субъективным международного права, хотя и не признана официально на международном уровне. Конфликт между Азербайджаном и Арцахом не решен и не будет до сих пор, пока Азербайджан не примет во внимание право коренного народа Арцаха на самоопределение», – написал Бегларян. По словам госминистра Арцаха, «Было бы хорошо, если бы Алиев думал о посредственности исполнения полномочной, возложенных на Конституцию Азербайджана, гарантируя право собственных граждан лезгиан, аварцев татар и других меньшинств. Вместо того, чтобы беспокоиться о правах армян», – написал Бегларян. Еще 8 июня турецкие правоохранительные органы в Тигранакерте ворвались в дома многочисленных журналистов и офисы из средств массовой информации и задержали 20 журналистов и 16 арестователей. Подвергая представителей оппозиционных средств массовой информации уголовному преследованию, турецкие власти продолжают преследовать свободу слова. Перед зданием суда журналисты, партнеры и родственники задержанных проводят акции протеста, озвучая лозунги «Свободную прессу нельзя заставить замолчать, сопротивляясь мы победим. Мы осуждаем нарушение прав человека и ограничение свободы слова в городе Тигранакерте в Западной Армении». 16 июня делегация во главе с генеральным секретарем Совета Европы Хорватии Марией Бурич прибыла в Армению и посетила мемориальный комплекс геноцида «Армя» в Ереване. Сопровождали заместитель министра иностранных дел Армении Паруров Анисян. В эморальном комплексе жертв геноцида «Армян» заместитель директора музея-института по музейному делу Лусина Абрамян, приветствуя гостей, представила историю создания мемориала. Члены европейской делегации возложили цветы к вечному огню и почтили память невинных жертв геноцида «Армян» в минутное молчание. Делегация в сопровождении Лусина Абрамян посетила также музей-институт, посвященный памяти жертв геноцида «Армян». 16 июня в здании Капитоля США состоялась дискуссионная встреча между правозащитницей Республики Армения Кристиной Григориан и рядом членом комиссии Конгресса Армении. Об этом сообщает Офис во защите прав человека Республики Армения. Защитник прав человека Республики Армения представила конгрессменам работу, проводимую институтом амбусмена и всеми военнопленных и задержанных гражданских лиц. И также представила вопрос немедленной репатриации военнопленных и других гражданских лиц, удерживаемых в Азербайджане, что является международным обязательством Азербайджана. Конгрессмены поблагодарили за последовательную работу над важными вопросами и выразили готовность продолжить усилия по решению проблем. «Восход Авроры» – это исторический анимационный документальный фильм о жизни Авроры Мардеганьян. В возрасте всего 14 лет в 1915 году Мардеганьян столкнулась с ужасом геноцида армян. Через год она увидела смерть своих членов семьи. Она потеряла все. С небольшой храбростью и удачей Мардеганьян бежала в Америку. Цель института Зориан – оживить свидетельство своей истории на большой экране посредством анимационных документальных фильмов, донести до молодого поколения истории людей, переживших геноцид. Фильм сняет режиссером Инны Саакян и спродюсирован компанией Барс Медиа. Это только начало того, как эти бесценные истории, выживших после геноцида армяна, станут известны. Мировая премьера фильма «Восход Авроры» состоится на этой неделе на престижном международном фестивале фильмов «Ансы» во Франции. А сейчас музыкальная часть «Армянацкая народная песня». Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия этого видео доступна на нашем официальном YouTube-канале. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром. Продолжение следует...